так теперь если мы посмотрим на то что у нас получилось то у нас в результате получилось плоское основание три башни и сверху три макушки этих башен так три макушки то есть теперь мы можем работать качая эти башни взад вперед при этом макушки все время сверху и мы можем перемешивать все оставшиеся делая четверки грубо говоря те самые четверки которые как бы от кубик 3 на 3 или 2 на 2 можете смотреть где хотите вот теперь надо поставить вот эти три больших куска на место ну сделать это довольно несложно то есть просто понять где какой должен стоять то есть мы поставим это в исходное положение так то мы поймем что дядя меферт должен нас быть вот между вот этими двумя так дальше вот этот вот большой кусок должен быть здесь и вот этот вот кусок толстый должен быть здесь вот но попробуем какой-нибудь поставить на при поставим попробуем поставить дядю меферта да например вот сделаем четверку 1 а сначала поставить в рабочее положение потом мы делаем 1 я демиффер вставать не хочет потому что стоит вверх ногами да попробуем другой например попробуем вот этот большой кусок поставить вот сюда да 1 хочет 2 3 4 ну вот поставим эту башню в исходное положение и посмотрим что у нас получилось вот этот у нас стал на место и остались только два куба больших которые на своих местах стоят но перевернуты значит дядя мефер стоит на своем месте и вот этот вот тоже на своем месте но перевернут паритетов здесь не бывает куб проще чем кубик рубика все что надо сделать это три четверки с поворотом куба и эти два встанут на место и будет очень красиво но сначала мы делаем значит убедились что у нас он стоит в рабочем положении и поехали 1 2 3 4 теперь главное не запутаться когда мы поворачиваем куб надо смотреть чтобы у нас три макушки наших башен были наверху да вот мы поворачиваем вот так поехали дальше 1 2 застрял 2 3 4 опять три макушки наверху поворачиваем еще раз раз два три 4 ну вот поставили в исходное положение и мы видим что у нас все принципе уже похоже на куб потому что все большие куски на месте 4 маленьких на месте и не на месте остались только 4 других маленьких так об этом после рекламы так но вот теперь присмотримся к кускам которые у нас тут не собран до сих пор значит надо понять кто что куда идет для этого мы ставим куб в исходное положение смотрим на что не фишер должен пойти сюда а вот этот кубик по идее должен пойти сюда то есть правило бывает так теперь вот этот треугольный должен пойти сюда в серединку а вот этот вот должен пойти сюда да почему я должен пойти сюда у него вот этот краешек срезан это вот видно да вот этот срезанный краешек должен попасть вот сюда здесь тоже видно что маленькая есть маленький срез под ним вот два этих кубик очень легко перепутать потому что вот этот вот имеет как бы меньшую в меньший треугольничек здесь и место под него имеет меньший вырез а вот этот вот купыми يد больше треугольник здесь и место под этот треугольник она где на она вода ж где ну то есть этот вылез под него большой то есть этот с большим вырезом должен пойти сюда трюголька получать себя мы попробуем расположить их правильно для того чтобы расположить их по ним кое-что хочу показать допустим на на рубрике дата мы делаем когда четверки сделаем четверочку досмотрим я вам хочу конечно вот эти два сейчас поменяются местами и вот эти два то есть два меняется по диагонали местами 2 меняются вот так раз два три 4 вот желто-красно-синий был здесь бело-красно-оранже был здесь вот эти два поменялись местами и вот этот желто-оранжево-зеленый был раньше здесь синий оранжево-желтый был здесь то есть два меняется так и два меняется так а четверка мы начинали делать вот в эту сторону вот вот так теперь посмотрим здесь что у нас мы хотим поменять два вот этих местами и два вот этих похоже как бы вот как будто вот эта диагональ а вот это по прямой хотя на самом деле здесь этого ничего нет но тем не менее если мы делаем четверки то тогда вот эти два поменять местами и эти два по диагонали что нам надо значит мы ставим клуб рабочее положение теперь мы начинаем четверку вот в эту сторону то есть здесь у нас их 3 один не собранный второй третий здесь четвертый ночь мы начинаем четверку в эту сторону и тогда клуба какой будут меняться местами. Так что вот эти два поменяются местами и эти два. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Отличие от кубика Рубика то, что нам надо сделать три четверки. Для того, чтобы восстановить серединки. Хотя вообще никакого отличия нет. В данном случае. Оно будет потом. Поехали. Еще две четверки. Вот. И здесь у нас в принципе получилось то, что у нас вот этот куб теперь на своем месте. Треугольник на своем месте. И два других не только на своих местах, но они еще даже и встали правильно. Вот этот и этот. Они встали в нужное положение. Значит, здесь возникает некий конфуз. Потому что вот этот вот кубик очень треугольник. В смысле он очень такой конфьюзный. Вот. На самом деле вроде как выглядит, что он правильно встал, но на самом деле он повернут. И это можно заметить, потому что у него немножко угол приподнят. И немножечко вот здесь мы на него так нажмем, то вот этот угол ниже, чем остальное все. Вот этот угол и вот этот, они получаются ниже. То есть, если когда он в правильном положении, вы на него нажимаете, он будет очень аккуратно стоять. То есть, сейчас этот кубик развернут. Поэтому у нас два несобранных куба. И в принципе, если бы он был бы по центру, то тогда бы это выглядело бы как паритет. Но сейчас это не выглядит как паритет. У него нет паритетов на самом деле. Значит, все, что нам осталось, развернуть два вот этих кубика. Но делается это почти так же, как на этом кубике три на три. Вот если мы, допустим, соберем это обратно. Вот у нас два кубика. Что, в принципе, мы делаем в этой ситуации? Мы делаем две четверки с одним кубом и две четверки назад с другим. То есть, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Подставляем другой кубик и делаем все то же самое, только назад. Вот. И все получилось. Здесь есть отличие. То есть, здесь место, где достаточно было делать две четверки, здесь надо их делать четыре, для того, чтобы боковые кубики все вставали на место. Значит, что мы хотим? Значит, у нас два вот этих стоят неправильно. Значит, кубик как бы разделен на две части. Вот это одна часть, вот это вторая. То есть, у нас в этой половине два кубика неправильно стоят. Значит, мы ставим куб в рабочее положение и начинаем делать четверки по отношению вот к этому кубу. Да? То есть, мы делаем, в этом случае мы делаем четыре четверки, для того, чтобы нас собрали с серединки. Немножечко с куб другой там. Поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Упс. Вот это вот всегда случается. Четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Так? Вот один встал правильно. Теперь, здесь у нас все перемешано. Но мы берем и подставляем дровой кубик на его место. Вот этот. Который на самом деле стоит неправильно. И начинаем делать обратные четверки. То есть, обратные четверки мы вращаем вверх сначала. Потом от себя. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Как художественная гимнастика. Ну вот. Вот и получилось. Вот. Хотя могут быть и другие ситуации. Но, пока все было замечательно и легко. Так сказать, все, что я объяснил, должно работать. В большинстве случаев. Ну и есть еще некоторые там ситуации, которые можно показать в следующем видео. Окей? Ну вот.